МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Елена Михайловская. Здравствуйте. Одно из самых ярких и ожидаемых культурных событий лета. Торжественное открытие 21-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет сегодня на сцене летнего амфитеатра. Он объединит представителей 28 стран. На 11 площадках пройдет более 75 мероприятий. Освещать фестиваль будут около 400 журналистов из России, Украины, Великобритании, Эстонии, Литвы и других стран. Концерт-открытие порадует звездным и интернациональным составом участников. Так на сцене выступят победительница Евровидения 2012 шведская певица Ларин и серебряные призеры конкурса российский фольклорный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки». Сегодня также вручат премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2011-2012 годы. Ее лауреатами стали народный художник Беларуси Георгий Поплавский и российский поэт Глеб Горбовский. Льву Лещенко вручат награду через искусство, к миру и взаимопониманию. А на аллее звезд возле летнего амфитеатра появится именная звезда артиста. А главной интригой большого праздника, как и в предыдущие годы, станет международный конкурс молодых исполнителей. Почти 15 лет назад я впервые выступил и с тех пор не раз приезжал на Славянский базар. Пусть не каждый год, но тем не менее, еще в 13-летнем возрасте в группе «Непоседы» я выходил на сцену Славянского базара. Уже несколько дней город живет в атмосфере праздника. Работает традиционный город мастеров. Своё мастерство в Витебске представят умельцы не только со всех уголков Беларуси, но и из России, Украины и других стран. По фестивальному городу можно будет прокатиться на экологическом транспорте, веломобиле. В городе сегодня также пройдут не совсем обычные состязания. Жительницы и гости города смогут посоревноваться в беге на каблуках. Требований конкурсанткам всего два. Спортсменки должны быть совершеннолетними. И высота каблука не ниже 7 сантиметров. Белорусские и китайские компании умеют не только торговать, но и сотрудничать в сфере инвестиций и инновационных технологий. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР. Товарооборот между странами только в прошлом году вырос на треть. Увеличивается и экспорт. Совпадает позиция белорусской и китайской стороны и на международной арене. Страны сотрудничают и в военно-техническом направлении. Очень хорошо, что наши компании не только умеют торговать между собой, а и что развиваются вопросы инвестиционного сотрудничества, а последние два года и инновационного сотрудничества. Новая страница, новый этап нашего сотрудничества, я полагаю, открывается в связи с созданием китайско-белорусского индустриального парка, учредительные документы, по которым подписаны руководством наших государств. Масштабную плантацию конопли уничтожили в Пинске с помощью спецтехники. Растение, содержащее психоактивные вещества, росло прямо в центре города. Несколько соток одурманивающего каннабиса сложно было ликвидировать вручную, поэтому к борьбе с коноплей подключились коммунальщики. Всего в области за полтора месяца в рамках специальной республиканской программы МАК уничтожено почти 16 тонн дикорастущей конопли. К административной ответственности привлечены более 100 человек. За допущение произрастания наркотических культур предусмотрена административная ответственность. Штраф, размер штрафа составляет до 2 миллионов, то есть до 20 базовых величин. Если же мы установим факт умышленного срыва этих растений, и в данном случае с коноплей, если она будет высушена, то это уже предусматривается состава уголовного преступления, а именно за хранение наркотических веществ. Там уже идут другие санкции, вплоть до лишения свободы. В Японии эвакуируют десятки тысяч людей. Бедствия из-за непрекращающихся ливней терпят жители на южном острове Кюсю. Приказ об эвакуации на данный момент получили более 40 тысяч человек. Людей размещают в муниципальных зданиях, в том числе и в школах. Есть жертвы. Несколько человек остаются пропавшими без вести. А в Украине приступили к устранению последствий наводнений. Накануне от сильных дождей пострадали Одесса и Белгород-Днестровский. Жизнь в городах практически остановилась. Обесточенный ряд районов практически не ходит общественный транспорт. Проезжая часть завалена деревьями и ветками, сваленными шквалистыми ударами ветра. Сейчас спасатели и коммунальная служба расчищают улицы. Бригады энергетиков приступили к ремонтным работам. В США почти сутки спасатели пытаются справиться с последствиями крушения грузового поезда. По неустановленным пока причинам с рейс сошли 10 цистерн с этиловым спиртом. При падении емкости перевернулись и взорвались. Авария произошла недалеко от столицы штата Огайо, Коламбусе. Два человека пострадали. Место происшествия оцеплено. Жители соседних домов эвакуированы. Прибывшие на место ЧП пожарные решили не сбивать пламя, а дождаться, пока спирт полностью выгорит. Неожиданный поворот в громком деле о коррупции FIFA в ходе расследования выяснилось, что главным взяточником Международной футбольной ассоциации был ее президент Жоао Авиланш. Он руководил организацией с 1974 по 1998 год. Согласно документу, опубликованному ассоциацией, Авиланш, его зять, член из полкома ассоциации Рикардо Тейшейра, в 90-х устроил бизнес на продаже прав на трансляцию матчей Чемпионата мира. В общей сложности незаконным путем ими было получено около 20 миллионов долларов. Безопасность превыше всего. Жители Лондона проиграли суд военным и теперь на крыше жилого дома все-таки установят зенитно-ракетный комплекс. Высокий суд города отказал жильцам многоэтажки в жалобе. Те опасались, что комплекс может сделать здание мишенью для террористов. Однако власти посчитали, что с ракетами на крыше будет безопаснее. За судебным процессом с тревогой следили жители других лондонских домов, по соседству с которыми на время Олимпиады будут установлены мобильные средства ПВО. По предварительным данным, ракеты будут размещены в шести кварталах столицы Туманного Альбиона. Захватывающая полицейская погоня в США на видео, снятом с вертолета, видно, как стражи порядка преследуют черный пикап. Внедорожник на огромной скорости несется по шоссе, однако затем водитель резко направляет машину в сторону обочины, после чего автомобиль сносит отбойник. Не справившись с управлением, водитель таранит частный жилой дом. Удивительно, но никто из участников этой погони не пострадал. Новый социальный проект «День с Министерством труда и соцзащиты» стартует сегодня в Беларуси. Первыми в нем смогут поучаствовать жители Молодечно. Проект направлен на совершенствование работы с населением. Эта широкомасштабная акция включает встречи с работниками предприятий и личный прием граждан и юрлиц руководством министерства. Также пройдут консультации, прямые телефонные линии и электронные приемные. Новый проект «Неразовая акция». Такие мероприятия планируется проводить и в других регионах республики. Образование на практике. На всех высокотехнологичных предприятиях Беларуси откроются филиалы кафедр вузов. Таким образом, молодые специалисты после окончания вуза уже будут иметь опыт работы. А для эффективной работы студентам создадут учебно-исследовательские лаборатории и межвузовские центры с дорогостоящим оборудованием. На образовательную программу выделят все необходимые средства, в том числе и из инновационных фондов. Чтобы наши выпускники знали не только теорию и владели фундаментальным знанием, но очень хорошо владели практическими умениями, знали бы современное производство и были готовы сразу, без периода адаптации, эффективно включаться в трудовой процесс. Чтобы курсовые работы, дипломные работы студентов были нацелены тоже на решение практических задач предприятий. Мы следим за информацией. Заходите на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Удачи и до встречи в 13.30. Субтитры создавал DimaTorzok